Уважаемые посетители сети интернет, с интересом узнал о том, как господин Валиулин и его шайка меня клеветали в интернете. Они пытаются представить меня как какого-то купленного человека. Разрешите представить, генеральный директор издательского дома полёсой редакции, соучредитель этого издательского дома, гвардии рядовой запасов, отслуживший ВДВ Ленар Мифтар. В отличие от безработного Валиулина, у которого откуда-то нашлись деньги на глянцевый мешок, я человек вполне обеспеченный. Оборот моего предприятия составляет больше полумиллиона в месяц. На эти деньги я мог бы себе позволить напечатать много и закидать всю опасность своими листовками. Однако я этого делать не стал. Я просто решил рассказать маленькую деталь из биографии данного человека. Меня как человека, который отслужил в армии в самое тяжёлое время для России, с 1992 по 1994 год, когда практически весь народ косил и мог откосить я, очень обидно смотреть на молодых щенков, которые лезут из своих нор после достижения 27 лет. Куда он лезет? Есть ли у него моральное право выдвигаться в депутаты и защищать интересы людей, чьи дети сейчас с оружием в руках защищают нашу Родину? Мне очень обидно, что доверчивые люди в Апастово наверняка найдутся. И не только в Апастово. В Тетюшах, Камском Устье, в Больших Кабецах. Я хочу, чтобы люди открыли немножко глаза и попытались понять, откуда у безработного человека, бывшего учителя, деньги на глянцевую листовку. Чьи интересы он представляет? Поверьте мне, не ваши интересы. Потому что он не в складчину у вас деньги брал для того, чтобы печатать свою агитку. Ну, наверное, пожалуй, всё. Я надеюсь, что впереди будет суд, и в суде люди узнают, как вот эти так люди, которые называют себя демократами, вырывали листовки у меня и у моих людей и не давали нам распространять правду об этом человеке. Потому что они демократию понимают однобоко. Для них демократия, когда их правда доходит до людей, а чужая правда не должна дойти. Вот такая демократия для меня неприемлема. Если уж демократия, так для всех. Теперь то, что касается наших властей. Все оставшиеся три кандидата, кроме Валиуина, мне показались наиболее, более-менее достойными людьми. Я посмотрел биографии некоторых из них, вот, и, допустим, мне симпатизируют и КПРФ, и Яблоко, и Гафуров. Но... Власть, если дальше будет так же нагло работать на этих выборах, как она работала, а она действительно работала нагло, вот такие юнцы ее сметут. Власть должна сделать выводы. Валиулин после моей листовки для себя выводы сделает. Он был не готов к тому, что какой-то человек, какой-то рядовой запаса придет и скажет людям правду. Он к этому был не готов. Он разнервил, он на меня набросился, чтобы отобрать эти листовки. За что получил вулок. Но наша власть тоже должна сделать выводы. Я не думаю, что тот же Гафуров, за которого они агитировали, мог бы проиграть, да, или проиграл бы эти выборы. Он и без всякого пиара является наиболее достойным кандидатом. Это однозначно. Он проходной. Так почему тогда органы местного самоуправления не пошли в честную борьбу? Потому что ведь и Валиулин прав, когда говорит, что ему там делают препятствия. Он же на этом и играет. Подонок. Он ищет слабые места власти и находит. Если эта власть хочет огородить себя от подобных подонков, она тоже должна либо прекратить демократию, потому что она ее начала, либо начать тоже работать по демократическим принципам. Ну, наверное, вот как бы так.